Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «Новости РНТВ Саратов». В ноябре принято изменение в федеральный закон об исполнительном производстве. С 15 января он вступает в силу. Согласно новым поправкам, должников будут ограничивать в праве управления транспортным средством. Подробнее об этом мы поговорим с главным судебным приставом Саратовской области Олегом Ткаченко. Здравствуйте, Олег Владимирович! Здравствуйте, Павел! Олег Ткаченко родился в Тамбовской области. В 1994 году окончил Саратовский юридический институт по специальности юриспруденция. Олег Владимирович на юридической работе с 1991 года. До поступления в органы юстиции работал в органах прокуратуры Саратовской области. В январе 2007 года был принят на государственную службу и назначен главным судебным приставом Костромской области. С 2010 года Олег Ткаченко является главным судебным приставом Саратовской области. Закон вступает в силу с 15 января 2016 года. Расскажите, каковы были предпосылки принятия этого закона? Служба и ее руководство находятся в постоянном поиске совершенствования форм и методов воздействия на должников. Требования времени, заключающиеся в том, что необходимо повышать эффективность исполнительного производства, привели к необходимости внесения в действующее законодательство соответствующих изменений. И вот сейчас еще один рычаг появился у судебных приставов для повышения эффективности взыскания. Это рычаг воздействия на должника посредством лишения его специального права. То есть право управления транспортным средством, например. Который в обязательном порядке приведет к тому, что должники будут чаще и, я бы сказал, качественнее платить свои долги. Вот это и есть предпосылка к внесению изменений в действующее законодательство. Олег Владимирович, расскажите, все ли должники, имеющие водительские права, попадают под действие этого закона? Но иными словами, и те должники, и алименщики, и те, кто не платит за кредит, и за ЖКУ, все они могут быть лишены водительских прав? Нет, не все категории должников подпадают под такого рода ограничения. Под ограничение специального права подпадают должники по алиментам, должники по исполнительным производствам об исполнении требований, связанных с воспитанием детей, например, установление графика общения с ребенком для тех родителей, которые не проживают вместе с ним, те должники, которые обязаны возместить вред здоровью, в том числе моральный вред, те должники, которые обязаны возместить вред, возникший вследствие смерти кормильца, те должники, которые причинили вред совершенным преступлениям, и должники, которые нарушили специальные права, то есть нарушили, например, правила дорожного движения, правила управления судоходным каким-то средством, правила воздушных полетов. Вот эти должники будут субъектами. Но и они будут субъектами ограничения специальных прав лишь в том случае, если сумма долга по ним не менее 10 тысяч рублей. То есть те должники, которые на грани находятся 10 тысяч, им не грозит? Те, кто менее 10 тысяч рублей, пока не будут ограничиваться в этих специальных правах. Но, обращаясь к такого рода должникам, хотелось бы сказать, чтобы они не расслаблялись. Кроме этого ограничения у нас остается целый спектр других способов воздействия. Здесь и арест имущества, здесь и привлечение к административной ответственности, здесь и возможность подпасть под требования ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушениях и получить административный арест за повторную неуплату штрафа и так далее. Поэтому рекомендую всем должникам вовремя платить свои долги. Ограничивается действие только водительских прав? Нельзя будет управлять автомобилем и мотоциклом? Или еще какие-то специальные права могут быть ограничены? К категориям специальных прав относятся в данном случае право управления транспортным средством, в том числе мотоциклом, квадроциклом, снегоходом, например. Кроме того, к специальным правам в данном случае законодатель относит управление воздушным судном, есть легкомоторные самолеты, которые доступны для некоторых категорий наших сограждан, есть вертолеты, которыми управляют частные лица. Все это будет касаться и этих транспортных средств, вернее, права на управление ими. Расскажите об особенностях этого закона. Особенности этого закона, как и любого другого закона, заключаются в его механизме, в механизме его исполнения, и в тех категориях субъектов, на которые этот закон распространяется. Ну, попроще скажу. Если у человека, который является субъектом, которого мы можем ограничить в специальном праве, например, транспортное средство является единственным законным источником существования, существования, мы не будем ограничивать его в управлении этим автомобилем. Это жесткая установка закона. Если человек, являющийся должником, является, к тому же, еще и инвалидом, который просто не может без этого транспортного средства, мы также не сможем в связи с прямым запретом закона ограничить его специальное право. Если данное транспортное средство является единственным способом, обеспечивающим транспортную доступность по месту его жительства, например, ну, человек живет на острове, и иначе как на лодке до этого острова не доберешься, то мы тоже не сможем ограничить это специальное право. Ну, и если в семье имеется инвалид, который не может без транспортного средства, мы тоже должника не будем ограничивать в этом специальном праве. А механизм осуществления этого ограничения очень простой. Судебный пристав возбуждает исполнительное производство, и в постановлении о возбуждении, которое направляет должнику, упоминает, что в случае неуплаты данной суммы долга в установленный законом срок, конкретный, пяти- или десятидневный, он этот долг не погасит, то он будет ограничен в специальном праве управления транспортным средством. Мы сможем заблаговременно узнать, имеется ли право на управление автомобилем, лодкой, или самолетом, или вертолетом у должника, направив соответствующие запросы в электронном виде. И такая база данных у нас будет по каждому должнику заблаговременно. Как только человек не заплатит, должник не заплатит в установленный судебным приставом срок свои долги, судебный пристав выносит постановление об ограничении специального права и любым законным способом, в том числе факсимильной связью, или письмом заказным с уведомлением, или лично под роспись вручает копию данного постановления должнику, и с этого момента он будет ограничен в этом специальном праве. Это постановление будет направлено в орган, который ведает учетом этих прав, и этот орган в своем реестре, в своей базе данных укажет, что данный человек, данный субъект, данный гражданин ограничен в праве пользования транспортным средством, в праве его управления этим транспортным средством. Если же человек нарушит данное ограничение... Штрафные санкции. Да, мы это выявим очень просто, совместным рейдом, например, или сотрудники ГИБДД на своем посту, остановив этого человека, и увидев, что он ограничен в праве управления транспортным средством, но управляет им, поставит транспортное средство на штрафную стоянку, и человек подпадает под действие Кодекса об административных правонарушениях и будет наказан либо обязательными работами, либо лишением этого права уже с изъятием водительского удостоверения сроком до одного года. Вот таков механизм. Олег Владимирович, расскажите, когда приставы ограничивают должников в выезде за пределы Российской Федерации, то, насколько я знаю, эти ограничения действуют в течение полгода. А есть ли какие-то сроки ограничения водительских прав? Это будет тоже полгода, либо больше, или меньше? Совершенно верно, Павел. Ограничение на право выезда действует полгода. Потом мы его можем продлить, и пока человек не погасит долги, он так и будет невыездным. А вот ограничение права управления транспортным средством будет действовать до тех пор, пока должник не погасит свои долги. Но я хотел бы здесь особо подчеркнуть, что если человек будет злоупотреблять своим правом субъект исполнительного производства, сторона исполнительного производства, и не подчинится требованию пристава, то здесь наступит ответственность по статье 17.17 Кодекса об административных правонарушениях и лицо, не исполнившее требование пристава об ограничении специального права, будет подвергнуто наказанию административному в виде обязательных работ, либо лишение этого специального права сроком до одного года. Олег Владимирович, понятно, что на сегодняшний день еще рано говорить о каких-то конкретных цифрах, но хотя бы предварительно, скольких жителей Саратовской области эти изменения законодательства об исполнительном производстве могут затронуть. Какой порядок цифр? Это тысяча, десять тысяч, или счет идет на сотни тысяч людей? Это десятки тысяч людей. Я вам приведу лишь несколько цифр. Вот на сегодняшний день у нас в работе находится более одного миллиона двухсот тысяч исполнительных производств. Сумма, которая подлежит взысканию, по ним превышает 50 миллиардов рублей. На сегодняшний день уже взыскано без малого 4 миллиарда рублей, и судебные приставы-исполнители работают с серьезной нагрузкой, взыскивая каждый день и принося в консолидированный бюджет и взыскателям почти по 50 тысяч ежедневно. Вот такая нагрузка. Каждый пристав ежедневно оканчивает по 4,5 производства в день фактическим исполнением и около 8 производств в общем количестве. Окончено по разным основаниям на сегодняшний день уже почти более полумиллиона производств на сумму, превышающую 12 миллиардов рублей. Если брать категории должников, которые подпадают под ограничение специальных прав, ну, например, лиценеуплачивающие алименты, их у нас на сегодняшний день около 20 тысяч человек. И среди них 40% тех, сумма долга у которых превышает 10 тысяч, и которые имеют право на управление транспортным средством. Вот эти 40% должников по алиментам мы в ближайшее время, то есть с 15 января, начнем ограничивать в этих правах. Обращаясь к ним, подчеркну, что шутки нужно отложить в сторону, не надеяться на авось, а прийти к судебным приставам и погасить всю сумму задолженности по алиментам в полном объеме. Олег Владимирович, расскажите, мне кажется, будет интересно телезрителям услышать и узнать, как человек может проверить, чис ли он перед законом, и нет ли у него долгов. Это очень просто, и сотрудники областного управления очень часто это делают. Встречаются в трудовых коллективах, в студенческих аудиториях, на различного рода совещаниях, и показывают, как можно стать подписчиком нашего сервиса, нашей базы данных должников. Для этого люди, имеющие у себя мобильные телефоны на платформе Android, на платформе iOS, или телефоны, которые поддерживают программное обеспечение на базе Windows 8-й версии, могут войти в соответствующие магазины и выбрать в них сервис Федеральной службы судебных приставов. А там есть бесплатное приложение ФССП, которое так и называется «База данных». Можно стать подписчиком этой базы данных, введя свои данные анкетные, и получать сообщения в случае, если возбуждено исполнительное производство в отношении вас. Если же вы хотите поинтересоваться, не является ли должником ваш родственник, то вы открываете соответствующую пиктограмму в этой базе данных, вводите фамилию, имя, отчество родственника, желательно для точности точную дату его рождения, и база автоматически выдает вам информацию о том, в каком подразделении, у какого пристава, с каким номером существует исполнительное производство, и какую сумму долга, и за что этот человек должен заплатить. Это очень просто, и я рекомендую всем стать пользователями этого сервиса. Это очень полезный сервис, и полезный даже потому, чтобы понять, что судебные приставы, в общем-то, для нас абсолютно равны, и должники, и взыскатели, как граждане. И мы не заинтересованы в том, чтобы в средствах массовой информации появлялись фамилии уважаемых людей, как должников по какому-либо исполнительному производству. Мы не опубликовываем такие сведения. Они есть в общем доступе, они в открытой базе данных. Но вот чтобы не было обид, не было каких-то недомолвок, рекомендую почаще заглядывать в этот сервис и узнавать, не являетесь ли вы должниками. Жизнь очень интересная и сложная штука. Но мы можем и не знать, что превысили скорость на том или ином участке дороги, и о том, что сотрудники ГИБДД возбудили дело об административном правонарушении. А впоследствии приставы возбудили исполнительное производство, но по каким-то причинам почта не смогла доставить этот документ, либо он был утрачен при иных обстоятельствах. А в нашей базе всегда есть информация о том, когда, кем возбуждено и на какую сумму возбуждено производство. Спасибо большое, Олег Владимирович, за интересный разговор. До свидания. Пожалуйста, до свидания. А я напоминаю, что гостем в нашей студии сегодня был главный судебный пристав Саратовской области Олег Ткаченко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова